Но иллюзия — это страдание, да? Вот. Страдать страдала, и лучше опять убежала. Ну и лучше даже, как сказать, то есть мало того, что страдание даёт, ещё плюс такую какую-то иллюзорную эмоциональность, от которой ты типа живёшь. На самом деле этого нет. Ну эмоциональность, вспоминай же, мы вчера с тебя начали. Твоя эмоциональность — это непринятие давления любого характера. То есть беда бесконечная. Беда — это состояние, когда ты заложница обстоятельств. Вот смотри, когда тебя изначально включает эмоциональность, люди со стороны тебя уже выучили. Вот это у нас субъективно наблюдательная картина, когда ты видишь нюансы. И контекстная картина общая, когда ты понимаешь всю ситуацию происходящего. Вот глубокий анализ — это моментальное видение полной системы, то есть ситуации, в которую тебя загоняют, тебя туда загоняют. Потому что вот настолько привыкли к тому, что ты как спичка зажигаешься, ты вот… Несправедливость, вот это вот не так всё. То есть твоё состояние должно быть, знаешь, вот умиротворённо наблюдающее. Принцип очень простой. Если совсем вот брать вот простой-простой принцип, то это скоростной режим. Ну это ж вспоминаем, да? Да, 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 да. Он так и чувствуется. Мне как будто не остановиться. И это говорит о том, что здесь присутствует природа. Природа именно как природа. Природа — вода, земля, воздух, огонь. Вот для того, чтобы почувствовать над тобой власть, а над тобой всегда властвует вода. Вот тебя зажигают и потом заливают. И всё, ты тухнешь, вот Лидия такая же, вот тухнешь, как головешка. И чтобы хоть как-то сконцентрироваться, ты падаешь на эту жертвенную позицию. То есть мы ничего не делаем, бездействуем и начинаем себя как-то облагораживать. То есть состояние любой ценой вот оправдать себя, оно первично. Да, вытягивать начинаешь, что вот надо нам быстрее. А надо — контрманёвр, контрсостояние. Я вот даже тут написала вам сейчас. Сейчас. Я же тут готовлюсь, готовлюсь. Так, о. Значит, первое, что нам нужно в замысле с вами сделать, я вот так поставлю и просто буду надиктовывать, да, это вот всегда как аксиома, как принцип по жизни, из любой ситуации всегда есть выход. Всегда. Это просто аксиома, что бы ни происходило. Наше внутреннее восприятие работает очень-очень просто. Если вы спокойны, уравновешены и такой с улыбкой Мадонны на лице, то внутренний мир, воспринимая ваше состояние, что сейчас разберёмся, то есть безэмоциональное, да, не включаете свою ступеньку или свою ролевую бессознательную, вот эту автоматическую роль, то внутри не происходит сцепа с эмоцией внешней, не закручивается конфликт. То есть нет ни злости, ни зависти, ни подлости, ни гадости, да. Вот истина, она очень проста. Значит, нам нужно на основании того, что всегда, вот всегда есть выход, заполнить свой замысл тремя ядрами или тремя убеждениями, что всегда должна быть сосредоточенность, что ты делаешь, то есть задача конкретная, куда направлен твой эмоциональный вектор, куда направлено твоё внимание. Внимание должно быть тотальным, потому что как только вы видите в силу своего действия изменения, которые вы совершаете, то внешняя вот эта ситуация, внешняя среда, она становится по отношению к вам очень лояльна, потому что вы заняты. Как только вас пытаются бить спину, это всегда выведение такое неожиданное из равновесия. Почему разворачиваешься и говоришь, что ты что-то хотел? Это тренировка, понимаете? Если вас в детстве гораздо серьёзно нарушали пространство, это животный мозг, когда моё восприятие, моё впечатление под ударом, вот состояние замирания и ступора. Когда вы осознаёте, что вы взрослый человек, кто рядом с вами находится, кто там рядом, потому что профессиональная роль вообще не подразумевает никаких эмоций, от слова совсем. Почему и нужно выстраивать своё пространство так, что вот за моей спиной стена. То есть мы спиной прикрываем, спина должна быть всегда прикрыта. Всегда. В кабинете или, где бы то ни было, потому что наше тело, это вот как радарная система, оно всё время считывает ситуацию. Если я сзади понимаю, что у меня стена, то оттуда точно никто не выйдет, это буквальность физического мира. Значит, я себя уже спину обезопасила. Почему за мужчину ходим, за мужчину? Женщина — это плоскость, мужчина — это направленный вектор. И если женщина за спину мужчину становится, она всё пространство вокруг него защищает. Если мы занимаемся самостоятельно, каждая сидит в своём месте, значит, первое, что мы делаем, мы обезопасиваем своё место. То есть мы сидим, и спина должна быть закрыта. И перед нами там окно, двери, то есть видимая угроза, она заходит, допустим, заходит. И наша сигнальная система резко меняет состояние, то есть подсознание, выдаёт нам эмоцию. Сейчас будет битва, то ли надо приспособиться, то ли ещё что-то, в зависимости от того, какая идёт стыковка. Когда вы точно уравновешены, но никто вас с оружием не бросится дома, на работе, никто вас там бить не будет, то вы точно понимаете, что есть выход. Значит, человек пришёл к вам однозначно вывести вас из равновесия. То есть он вас атакует, бессознательно атакует. На бессознательную атаку у нас всегда сосредоточенность. Ещё раз, пожалуйста, минимум два-три раза задаём один и тот же вопрос, что ещё раз я не поняла, что случилось. То есть начинаем пробку вот этой агрессии выматывать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok